Всем добрый день! Постоянно задают вопрос при покупке лука. А какой релиз лучше? Кистевой или Т-образный? При наличии модели в магазине Т-образный релиз легче подобрать под свою руку. Тогда как кистевой релиз исполнен на разного рода ремешках, гаечках, винтиках. И пока вы подберете свое положение, пройдет конечно время. С другой стороны, именно кистевой релиз предпочитают охотники, потому что его невозможно потерять. Он всегда с вами. Когда вышел зверь, вы тут же интуитивно, даже ночью в темноте, можете найти петлю, взвести лук, натянуть лук и сделать выстрел. Тогда как Т-образный релиз на охоте использовать тоже можно, но его придется защелкивать на тетиву заранее. Потому что такой звук, взведение этого механизма, естественно, спугнет животное. Если вы это сделаете после выхода, ну скажем, кабана на кормушку. Практически все кистевые релизы работают бесшумно. А Т-образные с щелчком. Если вы охотник, отдайте предпочтение кистевому релизу. Если вы спортсмен, безусловно, Т-образному. Хотя известны случаи, когда и с кистевым релизом стреляют очень точно в спорте. Ну и, соответственно, на охоте можно спокойно использовать и Т-образный при соответствующих навыках. Почему зачастую стрелки начинают с кистевых релизов, а переходят на Т-образный? Конечно, кистевые релизы гораздо дешевле. И в своей массе они гораздо проще. Т-образные релизы являются уже плодом высоких технологий. Они лучше сделаны, имеют лучшую механику и, соответственно, ценник. Но почему же люди все-таки начинают с кистевого, а переходят на Т-образный? Дело все в том, что овладеть кистевым релизом гораздо проще. Именно вот начать проще. Это понятно. Как в ружье. Взял и выстрелил. Скажу из опыта. Я тоже перешел с кистевого релиза на Т-образный. И мои результаты сразу выросли. Кистевой релиз. Он всегда у вас на руке. Работает путем нажатия пальцем на спусковой крючок. Т-образный релиз всегда у вас в кармане. Сначала вы защелкиваете. Он также работает от спускового крючка, на который вы жмете уже не указательным, а большим пальцем. Когда вы кистевым релизом натянули лук, то у вас рука правая немного гуляет. Вам приходится ее натягивать и одновременно нажимать на спусковой крючок. Что касается Т-образного релиза, то из-за его конструкции рука у вас уже выворачивается наверх. И локоть становится в стойку более правильно. После растяжения лучник должен встать в плоскость. Вот это неправильно. Вот это неправильно. И Т-образный релиз позволяет встать в эту плоскость гораздо проще и совершить правильный выстрел. Зачастую лучники, когда растягиваются кистевым релизом, переносят палец на курок. Вот в этот момент теряется концентрация. И человека может сложить. Во время зацеливания рука непременно может опуститься вниз. То есть падающий локоть. Соответственно ломается стойка и происходит неправильный выстрел. Из-за положения локтя Т-образный релиз, подверженный этому воздействию, гораздо меньше. Ну и конечно многим мешает оружейное прошлое. Ведь что такое выстрел из карабина? Вам остается только нажать на курок. Лук это совсем другое. Выстрел в тяге. Это основной плюс Т-образного релиза. Контролировать сразу и нажатие пальца, и тягу локтем и плечом. Для меня гораздо труднее, нежели сделать это Т-образным релизом. Где вы приложили к нему большой палец, и одним нажатием плеча делайте более правильный выстрел. Итак, если резюмировать, то в достоинство Т-образного релиза входит правильная прикладка, натягивание происходит в стойку, лучше плоскость лучника, меньше отход в горизонталь правой руки и более прогнозируемый выстрел в тяге. Кистевые релизы в своем большинстве сделаны достаточно просто. Тогда как Т-образные релизы все-таки являются неким высокоточным механизмом, сравни со спусковым механизмом хорошей винтовки. Как правило, в кистевых релизах только одна настройка продолжительности спуска, а в Т-образных релизах существует очень много настроек. Они идут в упаковке, в которой в комплекте вложены пружины разной жесткости, также здесь есть шестигранники, которые регулируют продолжительность спуска, его ход, плавность спуска и очень много регулировок относительно положения под большой палец. То есть Т-образный релиз является более продвинутой моделью. Ну и самое главное, ресурс. Безусловно, вы поменяете несколько кистевых релизов перед тем, как у вас что-то случится с Т-образным. Вот и все. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!